Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас второе Тевета. Второе число месяца Тевет, кто не знал. Многие думали, что сегодня у нас 6 декабря, но нет. Вернее, и да, и 6 декабря сегодня, и второе Тевета. То есть можно, смотря с какой стороны, посмотреть. И сегодня 8 день праздника Ханука. Последний раз желаю вам Ханука Самеах, чтобы свет Хануки, вот этот духовный свет, свет знаний, чтобы он осветил вам год до следующей Хануки, и чтобы вот этот свет Торы, он осветил все ваши мысли, все ваши побуждения, намерения, и сделал год светлым, таким светлым. Учение свет, как говорится, а не учение, чьи цвет наработан. Значит, сегодня у нас как раз кульминационный момент. Кульминационный момент. Как вы знаете, значит, Йосеф, который был премьер-министром Египта, он так и организовал всю ситуацию, что братья подкинули кубок, его кубок подкинули Беньямину в сумку, и Беньямин, значит, оказалось, что он как будто бы украл у премьер-министра Египта. Представляете, приглашают людей на прием. Вот вас, например, пригласили на прием к премьер-министру Египта, да? И вы на приеме так радостные, такие, вау, делаете селфи, там, звоните, везде. Значит, я на приеме, везде в своих соцсетях разместили фотографии. Я на приеме у премьер-министра Египта. Выходите, служба безопасности вас, говорят, обыск, и у вас в кармане находят премьер-министра микрофон, ну, там, главный микрофон. Вы говорите, как, я же его не брал. Вам говорят, по законам Египта, значит, вам рабство навечно. Вас забирают в рабство навечно. И все. И, значит, вот в этой ситуации примерно были все братья. И Иуда выходит от имени всех братьев и говорит с Юсефу, говорит, здесь какая-то точная подстава, ну, то есть, это явная подстава, мы не воровали. Ну, и сказать, что Бенемин не взял, он тоже не мог, потому что нашли кубок в его сумке. И есть предание же, что его мама, мама Бенемина, которая умерла при родах Бенемина, она же почему умерла? Она, когда они убегали из, когда они убегали от Лавана, она украла у своего папы, забрала Хартумим, забрала идолов, по которым это делал идолопоклонство. Илечка, не спи, пожалуйста. Которыми делал идолопоклонство ее папа Лаван. И вот, значит, она забрала. И когда Лаван пришел и говорит, кто у меня украл вот этих вот Хартумим, этих идолов, кто украл, то Яков сказал, пускай умрет тот, кто украл этих идолов. Зачем ты говоришь, что нас кто-то мог украсть? И получилась такая интересная вещь, что он даже предположить не мог, Яков, что это его жена, любимая Рахель, украла этих идолов. И получилось, прямо мы учили, Ражи пишет, что благодаря, из-за его проклятия, она умерла. То есть, можете себе представить, насколько мы не знаем фактически, что происходит в головах даже самых близких людей, что даже Яков, праотец Яков, он не знал, что его родная, любимая жена украла у папы этих идолов. И это предание, оно в семье было, все об этом знали. И поэтому Иуда, хотя он был уверен, что Беньомин, ее сын, не украл этот кубок, но все равно, как бы, они знали, что ни в чем нельзя быть уверенным, потому что их дедушка Ицхак, он благословлял их папу Якова, думая при этом, что благословляет своего сына Исава. То есть, вся жизнь, она состоит из таких вот невероятно запутанных комбинаций, когда человек, он уверен в одном, а по факту получается другое. Другое. Когда он верит в одно, а по факту, оказывается, может быть, совсем другое. И вот Иуда, значит, выходит перед Иосифом и говорит, вот здесь у нас их разговор. Он ему говорит, вы, а я, керато, кееннар. Он рассказывает всю историю, как было изначально складывались их взаимоотношения, когда они первый раз спустились купить хлеба, и Иосиф сказал, что они разведчики, сказал, что я одного брата арестовываю, приведите младшего брата. И он говорит, когда мы привели тебе младшего брата, теперь его ты арестовал. И он говорит, когда увидит папа наш, что нету с нами, мы вернемся без подростка, он умрет, и получится, что мы его седину спустили в могилу, как он говорил, в скорби. Он говорит, так и не будет, так и не будет, сказал Иуда. И он говорит, я поручился, я гарант перед отцом за подростка. Когда они уходили, Иуда сказал, я его приведу в любом случае, что бы ни произошло. И он говорит, я не могу, если я его не приведу, то я буду грешен перед моим отцом. Все дни жизни моей. Раши нам объясняет, что он отдал свой и жизнь в этом мире, и жизнь в грядущем мире. Он сказал, что заберешь у меня, если я не приведу подростка. То есть здесь мы видим, удивительно, что Иуда, он, какое у них было отношение к отцу. Да, какое, здрасте, Раиса Васильевна, какое отношение было у них к отцу удивительно. Насколько они любили отца, уважали отца, боялись, что отец расстроится. Это было очень, ну, действительно удивительно, как вот они думали об отце. Хотя, с другой стороны, когда они убивали Иосифа, они совсем о нем не думали, потому что они посчитали на тот момент, что правильно убить Иосифа, и потом они его продали. И, а сейчас мы видим, что как Иуда, наоборот, он раскаялся, он говорит, он говорит, нет, говорит, не будет так, чтобы не вернулся Беньобин. И он предлагает, он делает предложение. В это, он говорит, пускай твой раб, то есть он себя имеет в виду, останется вместо подростка рабом к тебе, да, моему господину Кьюсефу. Анар, подросток, пускай идет вместе с братьями. То есть Иуда предлагает обмен, значит, объясняет нам устная Тора, что он объясняет, он говорит, смотри, я более сильный, я и для работы, я больше приспособлен для всего, забирай меня вместо, вместо Бенемина, а его отпускаем. Значит, и он дальше продолжает, он говорит, как я поднимусь к папе моему, да, в Израиль, а подростка нету со мной. Он, значит, я не могу видеть то горе, то зло, которое постигнет моего отца. Значит, вот такая у них, такой стоит разговор. И дальше, и не мог Иосеф, написано, лейтапек, не мог Иосеф сдержаться, сдержать себя при всех стоявших возле него. И он сказал, все пускай выйдут из зала. Он же премьер-министр, прием, там, египтяне, охрана, все, телохранители. Он говорит, все пусть выйдут из зала. И все вышли, остался только он с братьями. И, значит, говорит Иосеф. И поднял, написано, Иосеф, голос свой, и зарыдал. Представьте ситуацию, да. Начал он плакать, прям заплакал он. И услышали все египтяне, как его крик, вот этот вот плач такой. И сказал Иосеф братьям. Вот это известная такая фраза. Они, Иосеф. Он говорит, я, Иосеф. Жив ли еще отец мой? Он им говорит, что же вы тогда не думали про отца, так как вы сейчас думаете, да. То есть он чуть-чуть так их, можно сказать, упрекнул, да. Он им говорит, еще отец жив. И не могли братья ничего ему ответить. И они очень испугались перед ним. Испугались, Раша объясняет, от стыда. Им стало стыдно. Не от страха, а от стыда. Здесь есть большая разница, которая нам сейчас будет важна, чтобы понять вообще мотивы Иосефа. Они от стыда, они не могли ответить ничего ему. И сказал Иосеф своим братьям. Подойдите ко мне. Подошли они к нему. И сказал Иосеф братьям своим. Вы, говорит, продали меня в Едипет. Продали? Ну, продали. Факт, что продали, да. А теперь он говорит, не печальтесь. Не грустите, он им говорит. И не гневайтесь. Пусть не будет вообще это досадным в ваших глазах, что вы меня сюда продали. А только чтобы оживить вас для вашей жизни, меня послал сюда Всесильный перед вами. Да? Он им говорит. Потому что еще будет, уже два года голод. Голод есть в земле. А еще будет пять лет голос. Пять лет еще будет голод. И меня Всесильный, Бог Всесильный послал перед вами, чтобы я подготовил вам в этой земле возможности для жизни и для спасения. Так он им ответил. На этом сегодняшний отрывок заканчивается. И давайте поймем вообще, что здесь происходит. Значит, происходит следующее. Братья, человек, он все время принимает решения в рамках своих идей о жизни, да. У него есть в голове какой-то набор идей. И вот братья, у них был набор идей, что Йосеф хочет их убить. То есть это была причина, что они его хотели убить, а потом продали. То есть они наложили на Йосефа то, что в нем не было. В нем не было этого желания. Но они, придумав, что он хочет сделать им зло, они сделали ему зло первыми. Теперь, когда они сделали ему зло, ну, понятное дело, что человека, когда бросают в яму со змеями-скорпионами, потом вытаскивают, продают. Ему плохо. Но, значит, двигаемся дальше. Йосеф попадает в Египет, и он в Египте становится вначале управляющим в доме фараона, в доме Патифара. Значит, почему он становится управляющим? Он все время умеет придумать, кто управляет. Кто управляет, значит, вообще людьми. Тот, кто придумывает, он придумывает для всех задания. Он видит ситуацию вот так вот очень системно. Он умеет делегировать. То есть он видит весь процесс и говорит управляющий. Это очень такая роль быть менеджером, управляющим, директором, предпринимателем. То есть человек видит какую-то картинку, придумывает. И он говорит, ты сделаешь вот эту задачу, ты сделаешь вот эту задачу, ты сделаешь вот эту задачу. Ты передашь потом задачу этому, этому, этому. То есть он выстраивает схему. И у Йосефа было вот это вот качество, которое он умел выстраивать схему и людей всех задействовать в этой схеме. Теперь, значит, он выстраивал схему вначале в доме у Патифара. Потом приходит жена. И ему говорит, по моей схеме ты должен со мной спать. И он говорит, нет, а по моей схеме я спать с тобой не буду. И получается, что его бросают в следующую тюрьму Он в тюрьме становится управляющим тюрьмой И когда он заходит, видно как он относится к людям Он заходит, сидят два вот этих царедворца Он им говорит, что-то у тебя с лицом не то Что-то с лицом у тебя не то, какое-то у тебя лицо, он заметил А что у тебя с лицом не то? Тот говорит, у меня вот сны нам снились Он говорит, давайте рассказывайте сны Я вам сейчас разрулю, объясню, что за сны Не я объясню, Всевышний через меня объяснит Значит, объясняет он им сны И через буквально тому в виночерпе он объясняет, что его отпустят И он ему говорит, смотри, тоже он продолжает дальше управлять ситуацией Ты же меня вспомни, вспомни Когда надо будет, ты меня вспомни Он его как бы программирует на то, чтобы он его вспомнил Проходит два года, и он его вспомнил То есть Юсеф, получается, он очень все правильно сделал Он очень технологично запрограммировал этого виночерпия Чтобы тот его в нужный момент вспомнил Виночерпий вспоминает его в нужный момент Фараон его вытаскивает Юсеф рассказывает сон фараону И добавляет к сну схему, как надо разрулить потом в годы голода И пусть найдет себе фараон, человека надежного, умного Показывает на всех, которые стояли там Он разрулил Потом, значит, приходят к нему братья И он начинает разруливать всю эту ситуацию Беньомин, вначале он Шимона оставил Они пошли А зачем ему все это? Вот у меня возник вопрос, очень такой простой вопрос Зачем нужна была Юсефу вся эта ситуация с братьями? Зачем нужно было подкидывать кубок Беньомину? Зачем нужно было вот все довести до этого момента? Зачем? Какая у него была цель? Он премьер-министр самой мощной страны на тот момент в мире То есть Египет это была страна, как сегодня, например, Америка То есть его позиция, должность в мировой иерархии Он самый влиятельный человек мира Можно сказать, второй после фараона Но фараон сказал, что моя задача только чтобы я оставался фараоном А ты управляй всеми другими вопросами И тут приходят к нему братья, которые его продали Зачем ему устраивать всю вот эту вот длинную-длинную комбинацию? Для чего? Он мог сразу сказать, о, братцы пришли Хорошо, значит, давайте привозите папу Вот вам эти повозки там и так далее Он ввел все к этому моменту В чем здесь момент? Он хотел, чтобы они раскаялись У него был план У него был план сделать так, чтобы снять с братьев вину В этом была его праведность То есть он для себя Это первый навык высокоэффективных людей Проактивность Он для себя объяснил уже всю ситуацию Он не хотел быть в своих глазах жертвой Не хотел быть в своих глазах каким-то несчастным Там обиженным, непонятным человеком Которого... Он говорит, меня Всевышний, Всесильный Бог ведет По этой жизни ведет Самая лучшая дорога Как говорил царь Давид Даже если я буду идти Бегет Салмавы Даже если я буду идти долиной смерти Не случится зла со мной Потому что ты со мной Значит, он себе это все уже объяснил Он все для себя понял Что он никакая не жертва Всевышний его ведет То есть у него уже было это объяснение Зачем ему при этом Нужно было братьев Прямо вот конкретно в течение двух лет Вести по определенному спектаклю К чему он их вел Он их вел к раскаянию Он их вел к раскаянию Он вел их к тому, чтобы помочь им очиститься От той вины, которая на них была И это очень интересно Ведь он, кто такой цадик? Цадик это тот, кто делает Он уподобляется Всевышнему Богу Бог каждому из нас устраивает Вот этот вот спектакль из жизни Он нам дает по чуть-чуть Тут чуть-чуть страдания Здесь чуть-чуть страдания Там чуть-чуть проблемы Для чего? Чтобы мы раскаялись В своих неправильных поступках То есть он все время ждет Что мы скажем Что, ой, как же мы могли так сделать Как же я мог тут ошибиться Тут не сделать Тут обидеть И так далее Он нам все время показывает Ситуацию со стороны Говорит, смотри Разве приятно Когда там, например, кто-то так делает Человек смотрит Говорит, да я бы за такое Там руку отрубил Всевышнему говорит Себя услышь Это ты так делаешь все время Да? И, значит Вот это то, что делал Йосеф И вот этот маленький комментарий Раши Который говорит, что они испугались Он говорит не от страха А от стыда Вот он показывает Вот этот вот момент Которого ждал Йосеф Очень сильно ждал Чтобы они раскаялись Чтобы они прочувствовали Он каждого из них Показывал То, что он когда-то делал Шимона он бросил в яму Потому что Шимон был инициатором Бросить Йосефа в яму И в итоге он говорит Я Йосеф Вы не переживайте Слава Богу Все Вот сейчас спектакль закончен Значит Это как Бог Как Бог когда-нибудь откроется нам И скажет нам Скажет Всевышний Все скажет, друзья Спектакль закончен Вся вот эта вот ваша придуманная жизнь В которой вы живете Со своими проблемами Это было нужно только для одного Чтобы Чтобы услышать вот эти слова Я Йосеф Еще Папа жив Это как Когда придет Машех Вот так вот нам скажет Ну что скажет Здрасте Не ждали Мы скажем Ждали Мы конечно ждали Машеха Каждый день мы тебя ждали Уже 2000 лет мы ждем Машеха Мы не 2000 лет ждем Машеха Мы ждем Машеха уже 3300 лет С момента дарования Торы Все Удачи вам и успехов Чтобы Всевышний дал нам всем благословения Свет Торы Чтобы освещал наши жизни Чтобы мы видели С помощью света Торы Знания А не с помощью проблем Все свои ошибки И всякие сложные моменты В которых мы ошибаемся И чтобы мы исправив Все вот эти сложные моменты Через выполнение повелевающих заповедей Всевышнего Соединились со Всевышним И получили Божественный свет Радость Благополучие Спокойствие Гармонию И все Что к этому прилагается Все Всем хорошего дня Хану Касамыах До завтра